Приветствую вас. Проблема родни решается путем работы с несколькими подходами, но в первую очередь и прежде чем начать, мне бы хотелось заметить, что за 20 лет проживания с вашим мужем, вы, ну, условно говоря, как бы смирились с этим, да, то есть вот вы пишете, что, значит, возьмут им 20 лет, и с самого начала они не скрывают своего настроя на вас сразу. То есть они изначально роднях были против ваших отношений, но, значит, вы как бы шли им на персперекор, вы все равно с мужем вместе, вы молодцы, но вот поскольку изначально они были как бы против ваших отношений, то вы, наверное, как-то старались их убедить, да, как-то показать им, что они, например, неправы в своем отношении, что они ошибаются, и так далее. И у вас это не получилось сделать. И вот когда вы пытались природу показать, да, показать им, что они неправы, я имею в виду неправы родные мужа, то они, родные мужа, убедились еще больше в том, что, в принципе, с вами можно не считаться, в принципе, с вами можно делать все, что им удобно, и как бы вы все равно все терпите. Проблемы родные заключаются в том, что это только другие люди. Проблемы родные заключаются в том, что повлиять на них, повлиять на людей, на других людей, по сути, на взрослых людей, возможностей как таковой нет. Единственное, на кого можно повлиять, это на вашего мужа, каким образом. Повлиять на вашего мужа можно таким образом, то есть, чтобы он более активно защищал ваши интересы, например, можно только через придание ему большей мотивации, мотивации делать то, что вы от него хотите. Придание большей мотивации. Что это значит? Это значит, что вашему мужу на данный момент удобно то, что происходит. И он, как вы говорите, впадает в ступор, да, в столбняк, именно по той причине, что да, это восточное воспитание, да, с этим воспитанием, в принципе, ничего нельзя поделать, да, это, в общем-то, для вас неприятно, но, тем не менее, 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 как бы, муж это делает, потому что у него недостаточно оснований для того, чтобы менять, менять что-либо. И, как мне это видится, ваша цель – показать своему мужу, что вы терпеть подобные вещи не намерены То есть вам не нужно, как вы пишете в сообщении, что не хотите ругаться с мужем Вот ругаться с мужем-то как раз не надо Руганью вы действительно ничего не добьете Потому что мужчина будет говорить, что это его родные, что их надо уважать, что их надо как-то воспринимать и так далее Вам нужно говорить о своих интересах Вот это, ваш интерес является самым главным здесь Вы говорите своему мужчине не о том, что, например, его родители неправильно делают, что приезжают, когда хотят и все такое Вы говорите своему мужу о том, что вам не нравится, что вас не устраивает то, что его родители делают все, что захотят И если мужчина вами дрожит, если он увидит, что вы реально терпеть не будете то, что происходит Если вы покажете ему, например, что готовы уйти Если вы покажете ему, например, что вы настолько вас это уже достало, что вы скажете мужчине, что не хотите больше с ним жить, например Я думаю, что вы хотите пожить отдельно, лишь бы только что-то изменилось Ну да, то есть ситуация, лишь бы ситуация как-то изменилась Если вот эти моменты будут вами реализованы Если мужчина увидит, что вы действительно серьезно настроены на изменение ситуации Настолько серьезно, что готовы вот прямо что-то менять Вот тогда он может что-то и начать делать Как-то разговаривать с своими родителями Родней Правдой и неправдой Как-то, значит, стараться им объяснить какие-то вещи Ну и так далее Пока у него нет этой необходимости И он этого не делает Далее вы пишете такую интересную вещь, что мужчина не только к родителям относится Но и, значит, как вы пишете здесь, так, сестры и браты Если к старшим отношения восточных традициях действительно почитаемо То совершенно непонятно, чем обусловлена его невозможность противоречить братам и сустрам Может быть, ваш мужчина не уверен в себе Может быть, у него есть какие-то проблемы Может быть, он чего-то боится Чего-то сомневается В чем-то стесняется И так далее В любом случае, правда, заключается в том, что Как бы там ни было, мужчине нужно делать свой выбор Потому что вам не нравится И вы испытываете ущемление ваших интересов Дальше Пожалуй, важный момент О котором хочется сказать заключается в том Что ваш муж Судя по тому, что вы им написали Всегда был таким То есть, у него не было когда-то иного поведения Другого поведения Мужчина всегда вел себя именно так И получается, что вы терпели В какое-то время Терпели, терпели, терпели А теперь перестали терпеть Почему? Вам надоело Возникает вопрос Вопрос, на мой взгляд, достаточно логичный Что изменилось у вас Что вы перестали терпеть то, что терпели раньше До этого Что послужило По сути дела Последние капли для изменилия Вашего мнения Ну вот, например, что послужило вам Последние капли для того, чтобы написать сюда Может быть, вы уже не так сильно его любите Может быть, вы уже не так сильно Хотите с ним быть Быть может, что-то еще Но если это что-то еще есть Это нужно обязательно выявить Иметь в виду Прямо добродетельным В случае не так всем понятно Что же подвигло вас На то, чтобы что-то изменить И это после 20 лет Совместного проживания Мягко говоря Немного странно Дальше Следующий важный момент Момент заключается в том Что, по сути Ваш мужчина Это человек Традиции И ваш мужчина Это человек Традиции В большей степени Чем Ну, как бы Человек Другого наобста То есть для него Это Нормальное поведение Когда он Прислушивается Своим родным И вообще Старается Действовать Так, как Котят Они То есть для него Сила воспитания По-другому Невозможно Либо вы Принимаете то, что Происходит Как данность То есть как Такую вот Особенность Вашего мужа Либо вы Отказываетесь Ее принимать И говорите о том Что Прости дорогой Я Думал Что Смогу Смириться С тем Что происходит Например Могу Смириться С тем Что Свои родные Не считаются С Моим мнением И с тем Что это Как бы Ни их Квартир И не уважают Меня Ни меня Ни нас Но у меня Не получилось И В таком Случае Если вы Своё отношение Изменить Не можете Вам Не действовать От обратного То есть По пути Сепарации От своего мужчины Ну и Наконец Вам Нужно понять По крайней мере Постараться Это сделать Понять Какую цель Преследуют Ваши Родные Когда Условно говоря К вам приезжают Чего они хотят Для чего Они Приезжают К вам Какие Преследуют Желания И Быть может Тогда Вы Сможете Как-то Постараться Дать Им Может быть То Чего они Хотят Другим Способу Хотя Это и Сложно Вообще Как видите Не так много Способов Повлиять На Других Людей Особенно Если Их Все устраивает Не устраивает Только Вас Я бы Хотел Задать Вам Лично Вам Вопрос Вот Что Будет Во-первых Если Вы Однажды Попросту Не Пустите Родителей Ваш дом Потому Что Это Гвардира Ваша Как Безапелля Будет Противиться Этому То Объясните Ему Все Более Менее Ясно То есть Скажите Ему О том Что Живко Живко Ваши Родители И Его Родные Не Читаются С Вами Не Уважают Вас Не Ченят И Не Любят И Соответственно Вы Имейте Полное Право Не Пускать Тех Людей С Домой Которые Вам Неприятны Это Ваше Прямое Право И Вот Если Мужчина Это Воспримет Негативно То Что Вы Сделаете Вы Можете Предложить Ему Тогда Если Он С Этим Не Согласен Побыть Берем Чтобы Он Увидел Что Вами Манипулировать Нельзя Чтобы Он Увидел Что Не Забираетесь Вы Терпеть Такие Вещи Ну И К сожалению Поставив Мужчину Перед Выбором Вы Рискуете Вы Рискуете Потерять Мужа Наверное Детей На 20 лет Я думаю У него Есть Но Это Уже Зависит От того Насколько Вы хотите Хотите Чтобы Его Родные Перестали Быть Вхожи Вхожи К вам В Дом Совершенно Беспрепятствия Препятствия То есть Тут Как Я надеюсь Вы Понимаете Все От вас Исключительно От вас Теперь Следующий момент О котором Мне бы хотелось Вам Сказать Этот Этот момент Доключается В том Что Вы Ради Чего Терпели То Что То О чем Вы Пишите Сейчас Нам Вы Ради Чего Терпели 20 лет То есть 20 лет Вы Наступали На себя 20 лет Вы Придавали Свои По сути Дел Желания Ради Чего Ради Чего Вы Это Делали Вот Постарайтесь Ответить На этот Вопрос Во Первых Вы Могли Бы Для себя Понять Как бы Зачем Вы Это Делали Во Вторых Вы Могли Бы Определить Для себя Насколько В этом Было Вас Ваших Желаний А Насколько В этом Было Любви К мужу Потому Что Вот Пока У меня Открывается Ощущение Что Вы Это Делали Частично Для Себя Ну И Наконец Вам Нужно Понять Что Если Вы Наступали На Себя То Если Вы Допускали Тот Факт Что Кто То Может Вопреки Вашей Воле Вопреки Вашим Желаниям Что То Там Делать То И Другие Люди Тоже Так Будут Делать Другие Люди Тоже Так Будут Думать Что Это Можно Делать С вами А Раз Так Главное Работать Над Веренность Себе Итак Ключевые Моменты Отстаивание Своих Интересов Разговор С мужем И Соответственно Решительные Действия Освещение Тех Моментов Ради Которых К вам Приезжает Родня Муж Понимание Традиционных Традиционных Источников Воведения Вашего Мужа То 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 Традиционно Национальных Источников Его Отношение К Родне Это Его Воспитание Это Многие Поколения Изменить Его Одними Разговорами Безрешительных Действий Вы не сможете Так Главное Реальность Соответственно Вам нужно действовать Только через Свои Интересы Вот Определите Ваши Интересы Какие Они Как Они Нарушаются Что Вы Лично Теряете И Вот Это Старайтесь Защитить В этом Вы Целиком И Полностью Правы И Здесь Вы Как Находитесь На Стороне Истины На Стороне Прямомерной Тут Вам Никто Не Может Мешать Но Будьте Готовы К тому Что Ваши Мужи Могут Начаться Проблемы Он По Сыто Дело Встанет Перед Выбором Либо Он Оставится С вами Но Отдаляется От родных То есть Вступает Против них Тем более Оставится С родными Но Отдаляется От вас К сожалению По-другому Нельзя Ну а Вам Наработает Дуверенностью В себе И С пониманием Того Разы Чего Вы 20 лет Жили Под таким Давлением Наступая На себя И Позволяя Так С собой Обращаться По Существа Дело Стапкивая Себя В грязь Если Это Любовь К Мужчине То Не Совсем Понятно Что Это Любовь Такая Если Мужчина Позволяет Так К вам Относиться Что Это Любовь Такая Если Мужчина Позволяет Нарушать Целокность Вашей Территории Территории Своей Семьи Если Он Ценит Институт Семьи То Наверное Понимает Что Своя Семья Это Свято А Получается Что Он Не Сколько Ценит Институт Семьи Сколько Ценит Какие-то Отношения С родными Ну Вот Может Ему Тоже Стоит Обратиться К психологу Для того Чтобы Проработать С ним Если Он Не Хочет Терять Ваши Отношения И Вас Об Этому Тоже Можете Ему Сказать И Если Он Любит Вас То Наверное Начнет Что Делать По крайней Мере Обращением К психологу Нет Ничего Первоначально Это Нанесет Никакой Угрозы Его Родителям И Его Отношениям С ним На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Замер Считайте Свою Личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи